Пятый чемпионат мира по воздухоплавательному спорту среди молодежи стал для наших бронзовым. Сборная России, которую представляли Дмитрий Жохов из Тулы и Владимир Ермаков из Рязани, пропустила вперед лишь британцев и итальянцев. Это нормально для нас, потому что у нас и основная сборная показывает такой же результат. И мы как бы особо не отстаем, это для нас нормальный уровень, можем лучше. Разрыв вообще минимальный. Мы вдвоем с Димой могли бы спокойно всех обыграть, если бы я немножко не подвел. В личном зачете Дмитрий Жохов завоевал бронзовую награду, что является серьезной победой. Владимир Ермаков – 24 место из 43 участников. На недавно прошедшем в Рязани Кубке России Владимир показывал неплохие полеты и стал третьим. А вот в Лешно не справился с некоторыми факторами. Все дело в условиях. Задания в основном были виртуальными. Привычных для пилота крестов было мало. Думаю, психологический фактор был, потому что первый раз я ездил на международные соревнования. Судья тоже спортивный был незнаком, и его задания, его принципы я не знал. Плюс еще брифинги на английском языке. То есть, может быть, какие-то мелочи от меня ускользали, которые доходили только во время полета. Впрочем, летать в Польше было проще, признается Владимир Розовитров предсказуемо, а потому обошлось практически без погодных сюрпризов. У нас рельеф намного интереснее. У нас есть много оврагов, у нас речная система, пойма. А там как бы все ровно. Все ровно и все поля. Немножко леса. Соответственно, там прогнозный ветер, он, скорее всего, такой есть. Спортивный азарт проснулся, признается рязанский пилот. Чтобы выступать на молодежном чемпионате мира, у него есть еще целых два года. Дальше взрослый разряд. Настрой исключительно на серьезную подготовку и победу. Сейчас я чувствую в себе силы, возможности повышать навыки свои воздухоплавательные и что-нибудь довыигрывать. И для этого у меня есть два года, чтобы съесть на следующий чемпионат мира среди молодежи, выиграть его и уже отбираться в основную сборную. И хотя соревновательная часть сезона в этом году завершилась, в небе все еще можно наблюдать проплывающие аэростаты. Закроется воздухоплавательный сезон в октябре, если позволит погода. Марина Романюк, Игорь Глотов, телекомпания «Город».